Здарова бандиты! Вот скажи мне Ватсон Американец, в чем сила? Разве в стрелах? Вот и брат говорит, что в стрелах. А я думаю, я просто иногда думаю, и в этом заключается моя сила. Ведь ты Ватсон Американец наверняка никогда не думаешь. Архидеи еще не зацвели. Какая гадость, какая гадость. Ну что же ребятки девчатки, скажем Холмасу большое спасибо за размышления о том, в чем заключается сила. И давайте приступать к записи 238 серии ветки выживания, извиняюсь за таватологию, азы выживания игры в шезлонг-парк. И я дядя Саша Великий Ужасный, это канал Жук Муравейники. Я уже сказал, что серия 238? Наверное, сказал. Сказал, сказал, начальник! Вот она, азы выживания. Иду я в пепельный каньон. На данный момент нахожусь в Отрадной долине. Зашел в Эрмирский дом. Успели одним глазком глянуть, что там находится. Давайте глянем остальными частями тела. Ох, нехорошо сказал. Нехорошо вы, Ватсон, сказали, остальными частями тела. Остальными частями тела, зная ваши части тела. В смысле, задницы, что ли, поглядеть? Так ты ничего не увидишь. Ну вот, хреновый сироп. Главное, его в контейнер не положить, а то он пропадет. В прошлой серии я увидел. Так, котелок тут был. Вот он, котелок. Может быть, пригодится. Сейчас мы тут перночуем, инвентаризацию проведем. Тут у меня, что, антисептики, глазодер, вода, чаи, кофеи. Угу. Хорошо. Тут ничего нету. А и так, как говорится, дальше. Так, тут пусто, тут пусто, тут пусто. В сортире пусто. Кто-то выпил всю воду. Хорошо. В шкафу что-то есть. А чё это так? Кишки? Шкура волчачья. Забирай. Пригодится. Так, а я чё-нибудь сюда принёс, там, на просушку и всё такое. А, я, по-моему, это выкинул там в прихожке, да? В прихожке выкинул. Точно, точно. Помню, помню. Было, было. Было, было, было и прошло. Чё, олень, как сам тут над камином поживаешь нормально. Так, занавесок есть немного. Вот это можно зарубить. Тут всё осмотрено, тут всё осмотрено. Нигде никаких шоколадок не пропустил, никаких чипсов не валяется. Ну что ж, пошли глянем, что в шкафун. Итак, шкаф. Вуаля! Мммм, шляпа разрушенная. Шкура есть медвежья, почти новая. Джинсы разрушены. Так. Ах, шуба медвежья разрушилась. Ах, спальный мешок разрушился. Это когда же я всё это положил? Носки поразрушались нахрен. Хорошо, хоть клён молодой не разрушился. Факелы разрушились. Так, значит, тут у нас шиповник и нахрен разрушенный спальник. Разрушенные стрелы. Но есть берёза сухая, есть простые инструменты. Шуба вот медвежья. А её разобрать можно вообще? На чё шуба медвежья разбирается? Так я, так я выясню. Так, ну всё это надо порвать. Чё, с этим делать нечего? Ты глянь, всё в негодность пришло. Больше всего, конечно, жалко спальник, но ничего не попишешь. Откуда же я его притащил? Ну, он бы разрушился, если бы даже лежал не в шкафу. Он бы всё равно... Блин, а когда же я это оставил? На какой день? Сегодня у нас 918-й. Кто смотрит эту ветку плотно? На какой день я отсюда свалил? Ну, пошли где-нибудь поспим с горя. А потом ткань поваляется. А потом с утра... С утра обыски продолжим. На какой же день я отсюда... И на какой же хрен и на какой же день? О-о-о! Чипсы с кетчупом! Чипсы с кетчупом! Хорошо, что когда их добавляешь в рюкзак, они хотя бы не исчезают, да? А то прикинь, взял разрушенную еду в рюкзак, она исчезла... Так... Опа-на! Действия собрать! О-о-о! Шкуру медведева получится! Интересно, а шкура будет стопроцентная? Вот мне просто интересно, если я вот соберу... Неужели стопроцентную шкуру получу? Собрано. Высушенная шкура медведя. Да, как это ни парадоксально, получается стопроцентная шкура медведя. Очень-очень-очень-очень аккуратная. Очень интересно. Ладно. Прежде чем я отсюда иду, мне надо будет еще мясо хотя бы сырого здесь заготовить. Для того, чтобы заготовить хотя бы сырого мяса, придется кого-то кокнуть, типа медведя или волка. Ладно, давай расправимся с порванной одеждой. Превратимся это в ткань. Ну, в принципе, не сильно критично, что спальник этот пострадал и разрушился. Я все равно не могу следить за сохранностью всех в мире спальников, которые у меня тут есть. Рано или поздно кто-нибудь где-нибудь у меня доразрушится. Я где-нибудь подзадержусь. На крайний случай можно сделать медвежий. Он, конечно, тяжелый, но ничего не попишешь. Носки. Ну, это все ерунда. Да, вот только шуб медвежий, конечно, жаль, чтобы пострадало. Но можно новое себе сделать. Да, это когда же я ее себе сбацал-то? Надо будет все починить. Ладно, починишь. Починишь после. Сейчас поедим, поспим. Надеюсь, мне там Клавдия Семеновна не начнет. Да ну начнется. А что ты начинаешь с Клавдии Семеновны? Так. Спать. Вот и провели, значит, инвентаризацию. Инвентаризация показала, что шубе пришел кердык. И много еще чему. Спальник, кстати, тоже. Его, кстати, надо тоже собрать. Нечего ему быть разрушенным. Он весит целый килограмм. Нет, к сожалению, никакого волшебного станка у нас, который мог бы превратить его в новенького спальника. Не, нету. Так, три наконечника. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. А что, я где-то стрел свои посеял, да? У меня же было девятнадцать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Плюс три. Девятнадцать! Ты что, считать не умею? Не, не умею. Как показала только что практика, считать я совершенно не обученный. Шкаф? Изодранная сорочка? Хм. Так, вяленая говядина? Странно. Я не был в этой комнате. Ну что за черт? Ватсон, что за черт? Да ее перерисовали просто. Ты же видишь, дядь Саша. Раньше все было по-другому. Ее просто перерисовали. Just pererisovats. Ладно, just pererisovats. Слушай, а занавески тут почти все целые. Вот, смотри, целые. Вот целые. Его дом, что ли, перерисовался? Занавески обновились. Вот целые, вот целые. Тут просто кладезь ткани какой-то в этом доме. Ну-ка, эти занавесочки. Ага, этих занавесочек нету. Эти занавесочки тоже. Эти зато целые. Вот тут караси. Спортивные. Нулевые. А пусть валяются. Полотенце. Да, тут, похоже, ткань обновилась, что ли. А может, я ее и не рвал. Может, у меня не было такой нужды в ней. Ну, может, и не было. Кабы, не было нужды. Так, ну, я так думаю, наверное, штук 20 я себе оставлю. А 21 я передам. Теперь береза. Превратить их в древки. Ну, мне, наверное, столько берез не надо, да? Давай я себе оставлю две. Мне этого более чем достаточно. Кленчик. Кленчик B1. У меня лук в каком состоянии? 86. Кленчик, кленчик 86. Так, 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 так. Не знаю. Вот можно наконечники забрать. Ну, на всякой пожарной. Хуже же не будет. Нем-нем-нем-нем. Ну, наверное, я не знаю. Я уже не знаю. Ладно. Чё не знаешь? Пошли сейчас поохотимся, попробуем. Так, ну, если я пошёл охотиться, то наконечники, значит, можно пока выложить. Они же мне не нужны. Да, и шкуры все выложи. Да, давай сейчас шкуры все выложу. Давай, давай, давай. Я же пошёл охотиться. Поэтому, чё тебе? Вот смотри, волчих шкур, говори, какая куча. Вот кролячих шкур, какая куча. Кишков, смотри, какая куча. Металлолома, смотри, какая куча. Берёзы, смотри, какая куча. Ткань тоже мне сейчас только с собой не надо носить. Бинты у меня есть. Вот это можно выложить. Сейчас тут мы это оставим частично. Так, чё? Всё выложил? Или что? Нет, не выложил. Только собирался выкладывать, да? Так. А, погоди, погоди. Он просто отвлёкся опять. Опять отвлёкся. Опять отвлёкся. Опять от меня отвлёк. Опять. Так, спокойно. Певец земли русской. Котелок ты решил здесь оставить? Ты же с собой его не потащишь. Не. Пушай здесь. Хай здесь валяется на печи. У меня были планы отвесить, отнести его и поставить на печь. Отвесить, отнесть и поставить на печь. Чё так из дома-то долго выходим? Нам на охоту надо с Ватсоном. О-о-о-о-о-о-о. Слушай, амбар Моли. Я в нём был или не был? Был ли я в амбаре Молли, Молли, Молли. А вот я не знаю, был ли ты. Всё равно 36 килограмм. Килограмм. А чё такое вес? А чё такое вес? А чё такое вес? А, вот чё такое вес. Пеус. 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 Потом килограмм Тимофеевки. Тило... Тилограмм Тимофеевки! Телограмм Тимофеевки! Давай положим в шкаф этот телограмм. Нечего с этим телограммом ходить. Телограмм Тимофеевки сюда. Вот. Вот это всё разрушенное выбросить и тут оставить. Это мой запас this is my запас вот теперь вот это смотри 1 2 3 4 1 а вот так вот значится газировка красиво расставляем газировку так ручку сюда чтобы не брать было удобно так не хочет близко ставится ишь ты а чё ты близко не хушь ставится газировку сюда не впихнешь вот жаль нельзя газировку на газировку ставить да жаль было бы интересно если можно было вставить друг на друга не ну кружки ладно там допустим кружки нельзя друг на друга поставить но газировка то чё я уже можно друг на другу составлять а нет нельзя разрушенная газировка ох дядь саша не пил бы ты разрушенных газировок так сказать боком может выйти это из твоего организма выйти это может боком это разрушенная газировка как пойдет боком из тебя все что-то делать будешь и кетчупом закусим потом если чё так все 31 килограмм но немножко полегче стало у меня там наверно стрел ну да смотри стрел 13 штук нет я сейчас на охоту пойду мне столько стрел с собой таскать пока не надо поэтому я 10 отдам вот лампу не отдам не-не-не-не лампу не отдам ну 30 килограмм нормально я уже так побегать могу так а водички не выбросу ну пошли выйдем глянем налево направо посмотрим чё куда чё кого чё куда факел 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 пусть будет факел жалко оставлять он мне может пригодиться от амбара молли сгонять глянуть ну амбар там блин туман да амбард на заново нарисовался наверное ях не добегу я туда плохо видно хотя слушаю в этом в подвале я был да кстати давай сходим что там подваль там не помню что подваль там подвал старый новый не подвал старый он как бы ничего но тут появился такой баллончик с краской а глазодер меня наверху лежит ну я думаю они пустые шкафы смысла их нет открывать верстак в общем ничего тут интересного все этот давно добыл тут ничего нету чё дамбара мулин а аао-ао-ао красный инструмент с улыбкой странный и увеличительно стекло мне нашли красный инструмент давай наверху оставь чтобы я знал что он там есть так увеличить на стекло а у меня есть увеличитель на стекло а нужно мне еще одно увеличительное стекло. А что я его не взял? Пошли заберем его. Пошли заберем. И положим на полку. Пусть будет. Вдруг мне когда-нибудь медведь съест увеличительное стекло. Надо будет его занести в протокол. Сдал, принял отпечатки пальцев. Потому что стекла-то от эксплуатации не разрушаются увеличительно. Но они могут разрушаться от драки точно с медведем. Ну, собственно, не как от драки. Ну, когда он жрет нас. И могут разрушаться возможно от того, что волк кусает. Но волк не знаю. Тут врать не буду. Редко смотрю после драки с волком в каком состоянии моё увеличительное стекло. Я ещё уголь забыл выложить. Вот ещё что так много вешу. Но люди писали, да и сам знаю, что после драки с медведем различные предметы в инвентарии могут портиться. Медведь этим делом знаменит. Он может попортить предметы, находящиеся в инвентарии. 2 килограмма у тебя угля. Чё ты их с собой таскаешь? Всё. Оставил. Так что медведь у нас этим делом промышляет. Ну, вот запас еды. Небольшой такой. Одна проблема может возникнуть. Вся вот эта хрень по какой-то причине разрушенная после очередного обновления может улететь вон тот красный ящик. Ну, или новая появится здесь. Ну, и после того, как она туда улетит, все эти прекрасные кленовые сиропы, всё это исчезнет. Ну, я теперь запишу это в книжечку. Если это улетит, я буду знать, что это улетело. До этого я выживал 3 года. Не записывай нифига в книжечку. И чё там куда улетало? Я не знаю. Потому что здесь ещё есть мясо и дрова, да? Так, до амбара моля, говоришь, сходить. Слушай, чё-то мне кажется, что я туда уже ходил. А чё ж тогда я? Я был по этому маршруту, но не ходил тот в амбар. Старый, да? Ну, наверное, да. Я в старый амбар просто не бегал. О, олень. О, олень. О, олень, подумал я. Олень подумал тоже. О, олень, на меня. Глядя на меня, олень подумал, что я тоже, как он, олень. Ну, не олень ли я? Ватсон, ну не олень ли вы? Да, конечно, олень. Кто же ещё? Что ты в упор не попал в оленя? Не, ну это уже надо же, надо же. Не, ну а чё ты хочешь? Ты наиграл четыре тысячи. Почти четыре тысячи. Не, не в эту игру. В Counter-Strike. И до сих пор там ни в кого попасть не можешь. Это почему? Да потому что просто олень. Потом. Спокойно. Криворукий олень. Ты уверен, что тебе его надо догонять? Да блин, ну что ж такое? Да, Ватсон, да... Ну что ж такое, Ватсон? Ватсон, Ватсон, что я буду делать? У меня лучше получается стрелять издали, чем вблизи. Да? Да, да, да. Сейчас, писяц, я заблудился в этом тумане, гоняя этого глупого оленя. Олень гонял оленя. И они оба потерялись. Иди сюда, сюда, иди. Че ты? Че ты? О, кролики. Может кроликов пострелять из лука? Не, ну это будет совсем жестоко. Сейчас медведь сюда может прийти. Опа, опа! Куда олень-то делся? Куда олень умчался? В какие города? Сейчас посмотрим, это новое место или не новое. Давай зайдем. Зайдем, согреемся. Может туман пройдет. Ммм, новое. Ну, тут не будет ничего интересного. Я ж говорю, не будет. А че здесь могло быть? Да на незваном госте здесь, по-моему, вообще ничего быть не может. Здесь только может быть тепло. Плюс 18. Вот кровать зешняя дает плюс 2 градуса. Весьма холодная такая кровать плюс 2 градусная. Слушай, а вот эти доски ломаются? Да, эти ломаются. Только за 12 минут. Вот эти ломаются. Вот эти ломаются. Но все они ломаются только топором. Ну, давай мы с тобой поспим 2 часика. Отогреемся, выйдем. Может найдем олень того, в которого я так хорошо стрелял. Я тут ничего не пропустил. Да фиг узнает. Это вроде ничего. В общем, здесь дров, если что, можно раздобыть. Но мне сейчас как-то они особо не нужны. Так что пошли на улицу. Может найду я какого-нибудь оленя. А может медведя. Конечно, лучше бы о медведя. Ой, туман как был, так и остался. Медведя нет. Трактор. Ну, давай посидим чуть-чуть в этом джандире. Ничего тут нету. Вылезай. Не за улицу. Температура. Минус 11. Олень убежал. Медведь может быть где-то рядом. Вот я не рассчитывал. А сейчас, смотри, туман закончится. Начнется какая-нибудь вьюга метель. Метелеобразная вьюга начнется. Что тогда мне делать? Что мне тогда предпринимать? А спичек у меня здесь, значит, вообще ни одной коробочки. Тебе предпринимать. Тебе надо спички, ой, спички дрова насобирать. Так, это кто? Это сарай. Я к нему подошел. Да, дрова нужны, чтобы были в запасе. Но тут есть немного дров. Слушай, ну и погода, а? На медведя хрен поохочешься в такую погоду. В такую погоду вообще хрен на кого поохотишься. Предлагаю сломать вот это. Так. Ну, пошли внутрь, поломаем ящик какой-нибудь. Так, а куда я выбросил мяско? Вот она, слушай. Да вот же еще вот здесь мяско есть. Давай вот это возьмем, поедим пока. Пошли ящики поломаем. Потом как станет более-менее ясно, мы с тобой высунемся. И, возможно, на кого-нибудь поохотимся. Если будет более-менее хорошая видимость. Хотя вечер приближается. Но я думаю, там один ящичек сломаю руками. Так, разрушенная волчатина. Но главное, что приготовленная. Сырой, сырой главное, не сожрать случайно. Иначе будет каюкец. Полтора кг съела за раз. Вот это дывчина, вот это дывчина. Есть женщины, да? В канадских селениях. Ящик руками ломаем. Как раз час. Через час выходим, смотрим, что изменилось. У тебя есть подозрение, что ничего не изменилось. Ну давай. Выйдем через час. Если через час все то же самое, что опять назад зайду. Опять назад зайду. Нет. Изменения произошли. Положительные. Ну что? Ждем медведя. Он сюда может прийти. Авто. Тебя обыскивали. Да, ну на всех случаях сядем. Мало ли чего. Да, что ты думаешь, что кто-то оставил? Что-то кто-то оставил. Минус шесть. Так. Ну и кого мы видим? Волк идет один. Так. Один волк идет. Что, попробуем его отстрелить? Блин, далековато он. Волк, ты далековато находишься. Ну ладно. Его можно по-быстрому разделать. Главное, чтобы он нас не разделал. Минус одиннадцать. Так, тихо, 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 тихо. Иди сюда. Благодарю за внимание. Так, ну че. Пока нет медведя, быстренько тебя разделаю. Ох, сейчас как придет медведь. Ох, он тебя понакостыляет, дядь Саш. По-самой не балуйся. А че прям сразу накостыляет? Ну я, может, сам ему накостыляю. Так, есть немного мяса. Сырого, правда. Ну, больше ничего пока брать с него не буду. Бусть лежит. Ждем прихода друзей. Друзьей. Друзья же должны прийти через какое-то время. Слушай, а у тебя вот ножик фиговый. Может, у меня есть ножики запасные в этом хижне альпиниста? В норкдрэхдиспансере. Может, и есть, может, нет. Здесь нет никаких волков? Хм. Сейчас какой-то одинокий волк мне попался. А это что там такое за кучка? Это я там костер жег? Шо за кучка? Ну-ка, дай подойду. Очень даже интересно. Да, это костер я тут жег. Это я жег костер. Значит, тут кто-то погибал. Ой, у меня такие воспоминания, что здесь много кто погибал. Что-то костров-то должно быть побольше. Ну, может, они просто не прорисовываются. Далековато. Тут велась активная. Активная деятельность была. Так, заходим в помещение. Вода же у меня в холодильнике много. Там, по-моему, есть в холодильнике несколько литров воды? Сейчас проверю. Холодильник! Тебе есть вода? Да, 6 литров тут воды. Мясо я пока около печки складу. В надежде на то, что я, может быть, еще кого-нибудь подстрельну. Какие планы? Сейчас планы такие. Чинимся. Спим. А утром снова на охоту. Так, тогда погоди. Далеко не уходи. Чинимся. Вот эту вот сурочку нашел. Сурочку. Что там? Медвежьи шубы. Их чинить надо? Ну, нет. Ну, 91%. Вот портки, да. Портки надо чинить. Портки что-то совсем хреновенькие. Из вон рук. Из рук вон, точнее. Из вон рук. Из вон рук! Сейчас пойдем. А-а-а. Я всю ткань выкинул. Ой, ну не беда. Вот занавеска рядом. Вот занавеска рядом. Сейчас мы руки об нее вытерем. И ткань порвемся. Руки там. В кровище. Просто как волка-то разделали. Должны были все в кровище остаться. Так, давай. Планомерно ремонтировать себе портки. Так, потом. Ремонтировать себе. Ну, шляпа, да. Потому что шляпа фиговенькая. 70%. Давай починимся. Повязка, я видел, тоже не очень. А вот повязку-то я, когда кошки получу, носить-то не смогу. Не, ну кошки я буду носить только по случаю. Альпинистические. Все время их носить не буду. Так, носки 70%. Носки. Свитер. Свитер вот этот 85%. Давай починим. Благо ткани сейчас много. Носки. Ну, носки пока хватит. Так, пока пойдете. Хотя вот штаны бы еще надо починить. Есть чем чинить? Есть. Давай починим еще штаны вот эти. А, все. В темноте не могу. А, все. Не могу я в темноте ремонтировать. Ну, не могу. И значит все. Значит спать. Значит кровать. Здесь кровать нету. Пошли вот на эту большую кровать. Сейчас ткани порвем. Воды попьем. Значит задачка еще семяск немножко сурово раздобыть. Вот. И в принципе потом можно идти. Засиживаться тут нечего. А то я так в пепельный каньон буду идти. Блин, до тысячного дня туда не дойду. Мясо запас оставить. Чтобы когда я вернулся. Если там погода ясная будет. И я, к примеру, его бы пожарил. Ну, а может она и сейчас станет ясной. Если сейчас станет ясной. Значит сейчас пожарю. В общем разберемся. Проснулся. Еще пока ночь. Что, ждать придется, да? Придется ждать. Хорошо. Там метет. А вокруг метет только видно хвост. Мишку. Мишку бы, мишку бы. Ну, в смысле не мишку, а медведя. Медведик бы. Медведик бы в гости бы. Заглянул бы и было бы уже прям очень хорошо. С него можно было бы много мяса заполучить. Медведик. Загляни в гостики. Какой же у меня бонус тепловой? 24 градуса, наверное. 26. Не туда. 26, да. 26, 26. Че-то я присевший оказался. Ты че присел? Ты шо тут приседаешь? Председатель. Как бы барбус. Пол колхоза. А, вот здесь еще занавески сорваны. Смотри, вот только одна осталась. Может быть, я их здесь частично порвал. А не все. Так, с виду-то погода ясная. Да, кажется, что на улице солнце. О, и че-то я персики не заметил, как они тут валялись. А они тут валяются. Ну, в общем, чуть-чуть еды имеем на запас. Вот персики. Они, правда, разрушенные. Да, нулевые они, разумеется. Пошли на улицу. Либо волков, либо медведей, либо не знаю, кого-нибудь стрелять. О, погода отличная. Можно развести костер. Есть солнце? Не знаю, надо проверить. Есть. Так, хорошо. Допустим, солнце есть. Трупешник волка валяется. О, медведь. А, 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 Мишаня. Сейчас я тебя буду манить. Я тебя буду манить. Манила. Пойдем со мной. Мишаня, пойдем со мной. Мишка, Мишка, Мишка. Побъестрей, Побъестрей. Мишка, Мишка, Побъестрей. Нет, ты давай вот без этого. Без наездов. Ты у меня будешь сороковой юбилейный медведь. Так что ты давай. Веди себя. Выпил. Веди себя прилично. А то что это такое? Я только сзади хлыст за жопу. Ну, мне кажется, только солнце исчезнет, пока я буду с ним этими танцами заниматься. Ну, ладно. Есть-то у меня пока есть чего. В идеале бы, конечно, Миша тебя где-нибудь грохнуть, но, по-моему, сейчас солнце исчезнет. А, ладно. Не, пока еще есть. Мама. Мама. Что я буду делать? Танец исполняем. Медведя один раз ку. Еще немножко, медведь. Я, чтобы в машину мог спрятаться. Мне надо, чтобы спрятаться я мог в машину. Ты понимаешь, да? Потому что если мы с тобой в чистом поле выйдем драться, то может оказаться так, что ты выйдешь победителем из гентой драки. Вот. А мне очень дорога моя... Дорога моя одежда. Дорогая моя, дорогая моя одежда. А может быть, даже тебя довести до крыльца? Давайте до крыльца доведу. Только нельзя с тобой дистанцию сильно разрывать, а то ты можешь отвернуться от меня. Сказать, да, ну тебя нафиг. Ну тебя нафиг, дурочку с луком. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Всем хорош, медведь. Только ходит медленно. Чё так медленно ходишь? Орёт чё-то там. Чё ты там орёшь? Чё орёшь? Ори, не дома. Давай я тебя буду до этого, до крыльца тянуть. Но с крыльцом проблемы там эти. Вот тут какие-то бугры. Ты сейчас за буграми исчезнешь. И можешь перестать за мной идти. Просто в случае с крыльцом, я в тебя сейчас один раз гасану. Если ты побежишь за мной, потом остановишься и пойдёшь назад. Я тебе могу ещё взад контрольный выстрел дать. Может он тебя убьёт. А из машины я тебе уже контрольный выстрел. Ла хрень дам, если я туда сквозану. Тот дверь, он туда нырнул, Карп. Вот если я нырнул в машину, так тихо. Как-то ты близковата. Как-то ты мне не нравишься. Да, а то сейчас ты в стадии атаки как начнёшь переходить, я не успею толком тебя прицелиться. Давай, давай. Иди, иди, иди. Иди, 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 иди. Иди, 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 иди. Как долго я тебя веду сюда? Так. Продолжаем. Вот, я говорю. Сейчас вот тут он за бугром может это как-то неадекватно себя начать вести. Так, всё, Миш, я здесь. Да, 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 приближайся. Приближайся. Всё, Миш, я на позиции. Я на позиции, Михаил. Блин. Нихрена... А, ладно, на крыльце тогда подождём. На крыльце тогда подождём. Тут тепло. Где-то сдох, по-моему. Ага, вон он он. Отлично, Ватсон, отлично. Сдох рядом. А стрела, по-моему, поломалась, когда я в него стрелял. Да, поломалась. Но он получил кровотечение, и оно его добило. Так, солнце есть. Давай, разведём огонёк. О, вот тут у меня дрова были. Точно, пошли за дровами сходим. Сейчас главное, чтобы на моё першество волки не стянулись. А то не могут стянуться. Теперь мне, друзья, не получится быстро по миру путешествовать. Вы скажете, ты так, что так долго идёшь в мебельный гальюн? А потому что надо везде оставлять запасы. Надо думать уже об обратном пути. Как гласит китайская народная корейская мудрость, тот, кто не задумывается о далёких трудностях, того ждут близкие неприятности. Поэтому мне надо себе думать на несколько шагов вперёд. И везде оставлять заготовочки различного характера. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Интересно, сколько мяса в медведе? Ваши ставки, господа! Хорошо, что недалеко убежал. Всё-таки относительно рядом. Так, костёр разожгли, так сказать, на халяву. Если он погаснет, будет не сильно, конечно, обидно. Хотя будет всё равно обидно. В любом случае будет обидно. Так, медведь. 25 килограмм. Очень, очень худой медведь. Ты чё, блин, такой вообще дрищёвский? Медведь, почему в тебе 25 килограмм, а? Какого хрена в тебе 25 килограмм? Экономим пока нож. Ну, 25 килограмм. Не, ну чё, серьёзно? Чё? Рилли! 25 килограмм? Ого, сколько перец сразу появилось. 25 килограмм. Да волки иногда бывают по 5 килограммах. А даже по 6. А ты медведь, а в тебе 25 килограмм. Не стыда, у тебя не совести. 25 килограмм. Давно ли я в футбол... Ой, не надо. Ну, что это такое, Миш? Ну, ты серьёзно, что ли? Ну, ты же медведь, а не чайка. Не птица-говорун, которая отличается умом и сообразительностью. Ты же медведь, это звучит гордо. Чё, есть хочешь, говоришь, да? Ничего, потерпишь. Вон, вода закипела. Водички попей. Ага. 20 минут у нас с тобой ещё есть. Ладно, пора нож активизировать. Пора активизировать нож. 5 килограмм ножом. Сколько я буду снимать? 30 минут. 150. 150. 150. 10 килограмм с него сейчас срезал. Так, волков поблизости нету. Чаек волкообразных. 6 часов. Это костёр рожок на 6 часов. 10 кг мне, пожалуйста, с этого... С этой худышечки. С этой худышечки мне 10 килограмм дайте, пожалуйста. Ох, худышечка ты наша. Ну, для меня первоочередным является мясо. Всякие шкуры, кишки, это уже потом. Сначала надо забрать мясо. Надо, чтобы был запас еды. Спички вообще не расходую больше. Стараюсь максимально их экономить. Так, кстати, мясо-то я с него уже снял. Ну, 25 килограмм, чё там? Это 2 часа 2 раза по 10. И там ещё... Правда, я первые... Первые разы делал это руками. Так, 11 минут. Ну, 11 минут. Кишки я сколько руками снимать буду? 28. Ладно, давай снимем. Одна кишка 28, как шкуру. Тогда б шкуру снял. Чё ты... Ну, ладно. Хрен с ним. Так, хрен с ним. Так, вот есть вероятность того, что сейчас у меня... Задует костерок. Но это не страшно. Я, так сказать, первоочередную задачу выполнил. Вот так, давай. Ох, надо было мяска съесть. Сейчас съешь. Первоочередная задача была выполнена. Сейчас выполняем второочередную. Задача второй очереди. Съём шкуры и кишков. Значит, я 20... 20, 20, 20. Чё 20, 20? Слушай, тут же защиты от ветра нету. Да нету, да. А температура у костра хорошая. Да? Ну, если плохая, то... Давай, приснимаем всё. Одежда ж портится. Вот ты тут целый час стоишь. Или сколько там? Два или три. Ты ж только починился. Холд на тебя стритина, когда ты голый будешь. Да, минус 9. Ну, ничего. Мы сейчас с тобой древесиночки, палочки там. И тебе сразу потеплеет. Ноль. Ха-а-а. Интересное кино. Это надо было сделать вообще раньше. Спасать свою одежду. Просто тут ветер. Метель. То есть не метель, а ветер. Ну, трепет одежда от того, что ты так стоишь. Значит, 56 минут. Собираем. Защиты же от ветра здесь нету. Соответственно, одежда что? Правильно. Портится к чертям. К чертям медвежачьим портится моя одежда. А этого допускать никак нельзя. Чего Мишаня? Приуныл. Терминатор включился. Это я про музыку. Так. Это мясо почти все переготовить можно. По таким-то раскладам. Все не все. Но достаточно много переготовим. И кишки, наверное, я все заберу. Я, пожалуй, кишочки-то с собой-то подзаберу. Ну, в общем, подготовил я себе нормально. Целовое обеспечение. Когда вернусь, тут будет достаточно много мяса. Более чем достаточно. И вот очередной. Это точно был сороковой медведь. Ну, вообще, глянем. Ну, все, надо валить, короче. Хотя я могу уже прямо здесь поспать, да? Ну, в принципе, да. У костра могу поспать, пока мясо жарится. Спать по часу. А что, костер горит. Чего его оставлять? Пусть горит. Растилай спальник, спи. Начнется метель. Как-нибудь добегу до дома. Ну, попробую. Ну, я час буду спать. Поэтому сильно окоченять не должен. Если что. Кто тут ко мне может прийти? Волки? Могут. Ну, а что им приходить? Так. Ну, видишь, погодка ухудшается. Ну, что? Может, валим отсюда? Или будем... Или будем до последнего... Ага. А вот, кстати, и волки. А вот, кстати, и волки. А я, кстати, голый. Блин, вообще не видно ни хрена. Он, кстати, испугался. Он, кстати, передумал. Это ты, брат, правильно передумал. А ты давай-ка нарядись. А то мало ли чего. В одежде тебя все-таки волки будут чуть меньше кусать. Если будут они тебя кусать. Так, где ты есть-то? С какой стороны идешь? Иди сюда. Сюда иди. Блин, видно плохо. Но, несмотря на это, я попаду в тебя. Хоть мне видно плохо. Так, часик спать. Продолжаем жарить мясо. Как ни в чем не бывало. Сюда и сюда. И еще. 25 килограмм было. Это, так сказать, 12 раз его сюда заложить. Блин, вода кончилась. Ладно. Вода в домике имеется. Ну вот, друзья мои. Я так всю серию здесь и просижу. А как? Иначе никак. Подготовка. Без подготовки тут теперь нельзя. Ближе к тысячному дню. Тут без подготовки опасно. Это раньше я тут бегал. Их, ха-ха! Какой все зеленый, како-какой все красивый, како-какой. Теперь вот так крен побегаешь. Миш, одежду зря починил. Придется еще раз чинить. Потому что все равно она потрепится от того... Что же я тут на улице ошиваюсь? Она потрепится. Ну, потрепится и потрепится. Что, Миш? Как сам? А, погоди. Я с тебя кишки, по-моему, не забрал до конца, да? А, не. Все забрал. Извиня. Извиняюсь. А что у меня там в инвентаре их нету? Есть последние две кишки. Что ж ты их не выложил? Что ж ты их не выложил? Полков привлекаешь, понимаешь? Водички надо. А то мне вон пить надо. А в организме нечем. Нечем. Нечем в организме сделать водички. Ой, сделали. Еще давай водички. Давай. Странно, что отвратка не задувает мне костер. То, бывало, ток разожжешь. Хреняк задула. А тут что-то она прям как-то меня балует. Побаловать решила. Это за тот случай в трех бросках, где было минус 72, где еле-еле ночь протянула и метель была очень долго. Может быть, да. Может быть за тот случай. Может за какой-то другой случай. Все, один кусок остался. О-о-о, один кусок у нас Ватсон остался. Ты гля. Это редкий случай, когда я забрал все с медведем. Еще и пожарил его. В отвратной долине-то, чтобы она меня от костра не прогнала. Точнее, не погасил его и не сказал, слышь ты, аусь, валил бы ты отсюда. Что-то такого давненько. Давненько такого не было. Обычно прогоняет нахрен. Говорит, идем отсюда. Да, все мясо приготовил. Ты смотри. Все мясо приготовил. Ладно, тогда пчелы. Тогда я воды себе буду готовить. Спать не буду. Буду воду готовить. Приготовлю. Ну, тут, блин, ее долго готовить. Потому что тут костер-то гореть будет очень. Потому что это улицы. И пятый уровень разведения. Огня. Он тут будет гореть, блин, вместо часа. Наверное, часа три. А то, может, и четыре. Ай-яй-яй, я опять воду сырую взял. Поспешил. Поспешишь, людей насмешишь. А тут еще сырая есть вода? Нету. Тогда вот эту давай дотопим. Да, блин, куда ты нажимаешь? Вон, вода, вода. Что-то готовить собрался. Ты уж все переготовил. Медведь уже вон готовый валяется. Смотри, медведь-то готовый. 50 минут. Еще могу сделать. Да, могу еще сделать. И еще могу сделать. Все, теперь пойдем. А тут уж утро практически. А вот оно как раз сейчас и погаснет, да? Ого, да. Так, понял. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Ты ни хрена себе. Ох ты ни хрена себе. Под самое утро началась метель. Спальник я забрал. Забрал. Ну, дом у меня вроде прямо был. Вот он он. Вот он он вроде. Мне кто-то писал, что метель, это когда ничего не видно. Ну, вот эта вот метель. Могу я вот это считать метелью? Вроде ничего не видно. Слушай, а куда эти провода идут? А, вон они, к дому идут. Могу я это считать за метель? Или не могу? Я вообще ничего не вижу. Это метель или это еще не метель? Дом нашел. Дом и высокий. Вот он он. Ладно, я не знаю, могу ли я это считать за метель, или не могу. Главное, что я подошел, куда мне надо. Подошел. Я подошел. Конечно, колд. Это очень даже колд. Шкура. Раз. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Десять. Есть контакта. Вот оно мясо. А, а, а. Вот она вода. Вот он я. А, живой почти здоровый. Нихрена не видать. Но мы сейчас вот так с тобой подождем. Чтоб светло стало в доме, да? О, в доме стало. Не стало в доме светло. Давай еще подождем. Стало в доме светло. Очень хорошо. Что в доме стало светло. Это здесь оставим? Где-нибудь это надо разложить красиво. Давайте разложим красивое это мясо. Ну, может и не красиво, но просто разложим. А что с таким просветом вы кладетесь? А что, ближе никак-то? Вот. Как? Уголь с собой понесешь? Уголь? Да не знаю. Парочку-то надо взять. Чтобы, если что, там где-то согреться. Нельзя так легкомысленно к углу относиться. Его надо с собой... Нет-нет, да притащить. Сильно там моя одежда потрепалась? Одежда. 3% снялось. Штаны я так и не починил. Починишь непосредственно. Хотя, ладно, давай сейчас. Чуть на кнопку собрать не нажал. Было бы здорово собрать их. Слушай, ну я сейчас, если спать, лягу на полную мощь. То это я проснусь-то уже ночью. А это меня не устраивает. Слушай, ты можешь поспать не всю ночь, а чуть меньше. А как быть с починкой? У меня вот тут починка на коню стоит. На коню стоит. А чё починка? В принципе, вот только носки, если починить. И то это было не крайне обязательно. А всё остальное можно пока не чинить. Оно ещё терпимо. А зато, если я всё это починю, то у меня будет бонус. Ещё больше. Сейчас 26 было. Наверное, можно даже 27 получить. Если починить. Там по чуть-чуть. По чуть-чуть от всего добавится. Ну, здесь вот добавится полградуса. Здесь добавится два десятых. Штаны добавятся ещё. Ну да, 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 да. Да, да, давай шкуру оленьячую. Оленьячая шкура есть? Ни хрена себе, у меня оленьячей шкуры нету. Ой, тут вот ещё разрушенная, не заметил. У меня оленьячей шкуры нету. Ага. А это плохо. Шкуры-то оленьячие мне нужны. Мне нужно... А, сын, нам срочно нужно кокнуть оленя. Да. Я того оленя, которого гонял, его надо было сгонять. Лёшка, олень надо было сгонять. А я его не загонял. Это плохо. Ладно, оленя я себе где-нибудь загоняю. Я, смотри, могу поспать часиков эдак, допустим, пять для начала. И посмотрим, когда я проснусь, какая будет погода. А погода будет такая же. Тут, дядя Саш, ещё видишь. Погода руководит ещё твоими движениями в данный момент. Да, она хорошо руководит. Хорошо руководит моими движениями. Слышь, ты гад, следи за моим движением, да? Ну, два часа, я не знаю. Погода, как сказала, добре. Добре. Добре, сказала погода. Ладно. Погоде скажем спасибо за то, что она сказала доброе. Надо пойти глянуть, нет ли поблизости оленя. Есть необходимость в... 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 Это как это? В добыче, хотел сказать, в истреблении. Нет, в истреблении нам не подходит. Мы никого не истребляем. А, и мясо надо сюда перетащить. Всё точно. Давай, мясо перетащим. Вот, мясо перетащим. А вот, кстати, олень. В прошлый раз у нас с оленем не заладилось. Очень не заладилось. Как думаешь, в этот раз заладится? Не знаю. Сейчас он остановится. Он вообще остановился. Ах, пошёл уже. Ах, пошёл уже. Так, давай определять до него расстояние как-то правильно. Насколько выше тебе стрельнуть. Ну, попробуем вот так примерно выше стрельнуть. Очень далеко. Очень боится. Попал. Но он бежит. Но мы мотаем время. Он, вон, он, вон, помер, и солнце светит. И всё прекрасно. Олень помер, солнце светит. Где-то тут стрела, которая мимо пролетела. Где стрела, которая мимо пролетела Первая стрела пролетела мимо А первая стрела А первая стрела А первая стрела пролетела Мимо оленя Блин, 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 где она? А, вот она, она Это она? Да, вот она, кровь хлынула от него А вторая стрела А вторая стрела А вторая стрела В сердце ранила меня Ну или в спину, или куда там Так, а, это еще Волк тут, у меня тут еще Волки, иголки Но из оленя мне в первую очередь Интересно получить шкуру Вот только интересно мне Хватит ли у тебя дров Тут рядом есть омбар Молли Как раз ночь приближается Олень, шкура нужна Олень, нужна шкура Дай шкуру Дай шкуру мне на счастье, брат А есть палочка? Ага, сто процентов Разжигаем Ну шкуру-то я, понятное дело, сейчас не реализую Я ее на будущее Ну пускай сохнет на запасик Приду, тут шкурка есть Стрела Так, древесинка Не знаю, хватит мне Этого, чтобы было тепло Минус восемь, семь По-моему, не хватит Давай тут палочек глянем Тут вот есть большая дрына Тут есть еще большая дрына И маленькие кролики Нет, кролики нас не интересуют На данный момент Кроликам сюда можно капканы принести Поставить Чтобы наконец бошки им уже не сворачивать Пусть у них капканы ловится О, палочек насобирал И еще немного Ну теперь это точно будет тепло Потому что минус двенадцать Да там у костра, мне кажется, уже должно быть тепло Уже ли сих пор холодно? Уже ли сих пор холодно? Тепло вон Ли, тебе Девица Так, ну давай для начала возьмем Два куска мяса И пока не будут жариться Я с него сниму шкуру Мясо жарьтесь Что-то как-то холодно Еще надо подкинуть Похолодало Шкуру мне, пожалуйста Я, собственно говоря, за ней сюда и пришел Меня и пригласили за нее Вот, шкура есть Шелтер, говоришь? Шелтер Ну а что? Погода хорошая Смотри Смотри, какая погода хорошая Вот так вот Чик Нормально Отличная погода Надо все это завпечатлеть На память Что там мясо? Шесть минут Слопает Пущай Пущай Слопает Шкурка Выкинуть Так, костер пока горит Значит мы с тобой давай ставим воду А что? Я, в принципе, соленья все забрал Ну посидим чуть-чуть Что я там с него могу забрать еще? Ну я еще могу взять два куска мяса Руками Пока вода кипит Вода готова Можно Мясо положить Чтобы оно Жарилось А соленья Взять Еще два куска мяса Опять руками Тридцать минут Два килограмма Пойдет Пока все идет очень хорошо Прям очень хорошо Значит будет плохо Если все идет очень хорошо Значит когда-то будет очень плохо Не знаю когда именно Но будет Что за звуки Тут же медведь, по-моему, еще один может прийти Нет? Пока никого не видать Но это пока Но этот гад может притащиться в любой момент Так вот Осталось у меня Килограмм мяса с него забрать Ну и кишки до кучи Тоже куда-нибудь пригодятся Двадцать шесть минут Как раз я один кишок снимаю Двадцать восемь минут Пока это мясо готовится Ну и все И там еще один кишок останется Его тоже снимать Ох, погода Какая хорошая Какая хорошая Красивая И ясная погода Ммм Что тут? Один кусок мяса остался что ли? Ооо Все приготовил Да ты что? Нету мяса больше Ну я там по-моему Два первых куска Это приготовленные Дааа Вот и все Вот и все И приготовилось Вот оно Как быстро готовится Ну конечно Когда пятый уровень Разведения Разведения кулинарии Но все быстро готовится Эээ Сырую взял, да? Да Взял сырую Не поглядел Что было написано Не поглядел Дядь Саш Что написано было? Поспешил Все твои руки загребущие Все тебе хапнуть лишь бы Нахапать всего Хомяк Хомячищи Хомякадзе Хомякадзе Все б тебе хапнуть Хапуга Хапуга Это первый закипит Да, это первый закипит Это вторая закипит Да, вторая закипит Ну давай еще воды сделаем Что же Зря дрова шуль собирали Костер сжгли Тут понимаешь ли В ночи Давай Давай Еще пожжем Так, все Сейчас я серию завершать буду Потому что Харина сегодня Якшена было мало Извините Но Ничего не поделаешь Тут Надо теперь жить Осторожно Выживать Без якшена Не спешить И делать запасы 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 Дров Запасы Мяса Сырого Можно хотя бы Но главное Чтобы они вместе были Запасы Дров И Сырого Мяса Потому что Если они будут Раздельно То это может Плохо кончиться Так У меня риск растяжения Начался А что такое Не знаю Так Ну шкуру давай Прихватим Мясо можно оставить Здесь Вот один кусок Дядь себе А это потом На обратном пути Ну а сейчас Домбар Он ближе всего Так Ну что Наша 238 серия Друзья мои Подходит к концу Я благодарю вас За внимание Что вы Смотрели Меня Сейчас мы зайдем В амбарщик Вот Разложим там мяско И будем наверное Почевать А перевес Наверное из-за того Что я Точнее не мяско Какое нафиг мяско Шкурки бросим А перевес Из-за того Что у меня наверное воды Да 10 литров Немного Немало 10 литров воды Вот кровать Но мы в ней будем спать Всего-то 10 литров воды Ну Это запас Это запас Можно здесь будет Оставить немного Ну даже не можно А разумеется Оставлю Чтобы на обратном пути И потом Если что Было Чего Попить Там рано ради Вышку Я может решу Сходить О Давай мы здесь 4 литра Бросим Вот вам Пожалуйста А мы сейчас Поспим Сколько Получится Там конечно Метель может Опять начаться И опять начать Мешать Не жизнь Она может Начать Жизнь Меч Мешать Жизнь Вот Утро Так Ты говоришь Серию завершать Ну давай я быстро Добегу Давай я быстро Добегу Слушай Воды наверное Придется здесь Еще немного Оставить Давай Тафай Потому что мне Интересно Интереснее мясо Притащить Слушай Ну вот оленьское Оленьское мясо Что с ним делать Что делать с оленьским мясом С оленьским мясом Что делать с оленьским мясом В смысле нести его или нет Да давай медвежий сначала Перетащим Оленьское Ну во первых Ближе к амбару Ты тут на него Больше имеешь шансов Наткнуться Хотя и на медвежий Наткнешься Но все равно Сначала оленьское Я голосую за Оленьское За медвежий Огонь Можно пойти Волка отжарить Да не Ладно Не надо Уже Хвайт Нажарился уже Харе Я уже Нажарился Конечно Учитывая то С какой скоростью Она все жрет Поскольку мясо Ей надо в день Не напасешься Запасов этих Не напасешься Какой же день Это у нас День 921 Убитых Волков 421 Убитых Людей 40 Да 40 Медведиков Как с куста На самом деле За это время Можно было И больше Настрелять Это я считаю Как-то мало Это я считаю Как-то мало Как-то Хило Хиловато Хиленько Мог бы посерьезнее Между прочим Настрелять Немного Кстати да Мог бы Так Клен высох Клен высох Медведь сохнет Ну и пусть сохнет Сейчас Шкуры То есть не шкуры Мясо Аккуратно Я тебе Аккуратно Вот тут вот Разложу Ну и пусть Останется Это я Буду поедать Так Вот весь стол Сейчас мяском Заложим Что-то оно не хочет Класса Чё тебе мешает Чё тебе мешает Положиться Мешает что-то Непонятное Не знаю Что Хорошо Положим С просветом Не хочет Не хочет Плотно укладываться Может из-за того Что-то Как-то на краю Лежит Или я не знаю Согласилась Ложиться Только так Так Слушай А нельзя Положить Вот сюда О можно На перекладинку Положить Ну хорошо Лежи на перекладинке Я не против На жордочке Не на пол Не надо Мы хотим Мы хотим На перекладину Ну блин Укладывать его Дольше Чем Поедать Потом Вот еще Перекладина Есть Сюда Ничего Не положится Сюда Положится И на эту Перекладину Положится Все Чтоб не подскользнуться Понимаешь Чтоб на мясе Не подскользнуться Только вот ночью Будешь идти С факелом Чё такое Светить Чего Ничего не видно Это хринякс И мордой Об пол Хринякс И хряси пополам Как вам такая картина Мне кажется Не очень Такая картина Пока в дорогу Не собираюсь Пока я сейчас Выхожу Захожу Сохраняюсь И на этом серия До свидос Говорит А собираться в путь Наверное Или поспать пойти Не можно наверное поспать Да давай поспим Чтобы я был Там как раз часик Персонаж сможет поспать И все И потом как раз утро Утром будем собираться В сортире Ты вряд ли сможешь поспать И будем собираться Уже в 239 серии Дальше Двигать Два часа Два часа ты не поспишь Два часа Как говорил Федор Иванович Сухов О Метель что ли Ну я все равно Я все равно в дорогу Соберусь И буду тогда уже В полном сборе Спать Ну да Что там потихоньку Дует Друзья мои Благодарю за внимание 238 серия Подошла к концу Увидимся в 239 Будьте здоровы Ты смотри А его можно разрубить Никогда не обращал Внимание Что его можно разрубить Вообще Вверх Никогда не смотрел Да Люди от свиней Отличаются Лишь только тем Что иногда Поднимают голову Вверх И смотрят на звезды А свиньи устроены так Что у них голова Вверх Не поднимается У них шея очень короткая Так что свинки Звезд не видят Друзья мои Если растите свинок Иногда их берите в руки И переводите Из горизонтального В вертикальное положение Пятакон вверх Чтобы они хоть раз В жизни своей Увидели звезды Вот на этой ноте Жизнерадостной Мы и завершим Нашу серию Будьте здоровы